Стороны трапеции равны. Три стороны по А и одна сторона 2А. Найдите углы трапеции. Для начала сделаем рисунок, запишем данную. Четырехугольник АВЦД трапеция. Сторона АВ равняется стороне ВЦ и равняется стороне ЦД. Все это равняется А. Сторона АД равняется 2А. Найти все углы. Угол АВЦ, угол ВЦД, угол ЦДА и угол ВАД неизвестны. Сделаем дополнительное построение. Проведем высоту ВН и высоту ЦК. Тогда у нас получается. Высота ВН перпендикулярна АД. Высота ЦК перпендикулярна АД. Из этих двух пунктов мы можем сделать следующий вывод. Что ВН параллельна ЦК. Также используя условия, мы можем сказать следующее. Что сторона ВЦ праллельна ХК. Так как это отрезки, принадлежащие основанию трапеции. Из этих двух пунктов мы можем сделать следующий вывод. Что четырехугольник ВЦКХ параллелограмм. Так как противоположные стороны этого четырехугольника попарно параллельны. А раз четырехугольник параллелограмм. Тогда отсюда мы можем сделать следующий вывод. Что ВЦ равняется ХК. Условик ВЦ равняется А. Также из ранее доказанного мы можем сделать следующий вывод. Что ВН равняется ЦК. Рассмотрим два треугольника. Треугольник АВН и треугольник ЦДК. Сторона АВН равняется стороне ЦД. Так как обе эти стороны равны по А. Из этих двух пунктов мы можем сделать следующий вывод. Что треугольник АВН равен треугольнику ЦДК. По катету и гипотенузе. Если катета и гипотенузе одного прямоугольного треугольника. Соответственно равны катету и гипотенузе другого прямоугольного треугольника. То такие треугольники будут равны. А раз треугольники равны. Отсюда мы можем сделать следующий вывод. Что соответствующие элементы будут также равны. Сторона ААЖ равняется стороне КД. Рассмотрим длину отрезка АД. Отрезок АД мы можем написать как сумму длины отрезков, на которые он разбит. Это ААЖ плюс АШК плюс КД. Преобразуем получившееся выражение. Подставим сюда наши данные. Сторону АД мы заменяем на 2А. Как сказано по условию. Равняется ААЖ плюс АШК. АШК равняется А. По ранее доказанному. Плюс КД. КД мы заменим на ААЖ. По ранее доказанному. Тогда у нас получается, что 2ААЖ равняется 2А минус А. Выразим отсюда ААЖ. Тогда у нас получается, что ААЖ равняется А на 2. Рассмотрим треугольник АБАЖ. Треугольник АБАЖ у нас прямоугольный. И сторона АБ равняется двум сторонам ААЖ. Воспользуемся свойством прямоугольного треугольника. Если катет прямоугольного треугольника равен половине гипотенузы, то этот катет лежит против угла в 30 градусов. Тогда у нас получается, что угол АБАЖ равен 30 градусов. Также сумма острых углов прямоугольного треугольника в сумме дает 90 градусов. Тогда у нас получается, что угол ААЖ плюс угол АБАЖ в сумме дает 90 градусов. Выразим отсюда угол ААЖ. Угол ААЖ будет равен 90 градусов минус угол АБАЖ. Подставим сюда наше значение. Получается 90 градусов минус 30 градусов. По счетам получаем 60 градусов. Так как сторона АБ равняется стороне СД, это из условий, оттуда мы можем сделать следующий вывод, что четырехугольник АБЦД равнобедренная трапеция. А раз четырехугольник равнобедренная трапеция, оттуда следует, что углы при основании будут равны. Тогда у нас получается угол БАД равен углу АДЦ. И все это равняется 60. Воспользуемся следующим свойством трапеции. Основание трапеции параллельно. Тогда у нас получается, что БЦ параллельно АД. Отсюда следует, что угол БАД плюс угол АБЦ в сумме дает 180 градусов. Так как это сумма односторонних внутренних углов при параллельных прямых БЦ и АД и секущей АБ. Выразим отсюда угол АБЦ. Тогда у нас получается, что угол АБЦ будет равен 180 градусов минус угол БАД. Подставим сюда наше значение. Тогда у нас получается, что угол АБЦ будет равен 180 градусов минус угол БАД. Угол БАД равен 60 градусов. По счетам получаем 120 градусов. И также, воспользовавшись ранее доказанным, то что трапеция АБЦД равнобедренная, отсюда следует, что угол АБЦ равен углу БЦД. И все это равняется 120 градусов. Запишем ответ. Угол АБЦ равен углу БЦД. И все это равняется 120 градусов. Угол БАД равен углу АДЦ. И все это равняется 60 градусов. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.